Давайте поговорим об одном очень важном отличии объектов, которые мы создаем с помощью классов, которые мы описываем, от простых типов данных, с которыми мы с вами имели дело раньше. Вот у меня есть две функции print. Одна из них принимает простой тип данных integer, а другая принимает тип, который мы с вами описали с помощью класса, который называется cat. Значит, здесь я объявляю переменную типа integer, age, и инициализирую ее значением 2. Дальше я отправляю эту переменную в функцию print, там что-то с ней происходит, а потом я ее вывожу на экран здесь. То же самое я делаю дальше. Я объявляю переменную типа cat и инициализирую ее новым объектом cat с age 2 и с именем murzik. Дальше я передаю этот объект в функцию print, а потом я вывожу на экран поле age у объекта mycat. Давайте теперь посмотрим на функции print. В одном и во втором случае. В этом случае для интегера я переменную age увеличиваю на 1 и печатаю. И во втором случае я буду делать то же самое. Я сделаю cat age равно cat age плюс 1. Давайте теперь посмотрим. Здесь придет двойка. Здесь она увеличивается до 3. Дальше она печатается. Функция возвращается сюда. И дальше здесь печатается эта переменная еще раз. Посмотрим, чему она будет равна, когда управление дойдет до вот этой строчки. Давайте вот так. Итак, age у нас равно нулю пока. Сейчас мы его пронициализируем. И оно будет равно 2. Дальше мы передаем эту цифру 2 в функцию print. Вот она сюда перешла. Дальше мы эту переменную age увеличиваем до 3 и печатаем. Напечатали. И теперь выходим из этой функции. Помним, да? Здесь age равно 3. Вот мы сюда вышли. И тут age все равно равно 2. Здесь печатается 2. Так происходит потому, что простые типы данных, такие как integer, при передаче их в функцию они копируют свое значение. То есть они полностью копируются в стеке. Давайте теперь посмотрим, что произойдет с объектом типа cat. Мы его проинициализировали. И его поле age равно 2. Дальше мы этот объект cat передаем в функцию print. Дальше мы поле age присваиваем значение на единицу больше, чем у него сейчас есть. То есть 3. Дальше мы печатаем нашего кота. И возвращаемся сюда. Но давайте посмотрим. Age у него стал равен 3. То есть пройдя через вот эту функцию, как только мы изменили поле age у нашего объекта код, оно поменялось везде. Не только в той функции, где мы делали это изменение, но везде, где у нас есть этот код. А все происходит потому, что когда мы передаем объект типа cat куда-то, то он полностью не копируется. Вместо этого копируется ссылка на него. А сам он остается неизменный. Неизменный. То есть в единственном экземпляре. И когда мы у этого единственного экземпляра поменяли поле age, оно поменялось соответственно везде, где были ссылки на него. Подробнее об этом в следующем видео.